В 1899 году далеко-далеко от России на юге Африки началась легендарная Англобургская война. Сказать по чести, англичане, конечно, были неправы, но независимые бурские республики, Оранжевая и Трансвааль, очень мешали английскому правительству в его колониальных амбициях. К тому же английскую корону уж очень манили открытые незадолго до этого на землях буров крупнейшие месторождения алмазов и золота. Известие о начале Англобургской войны буквально всколыхнуло тогдашнее российское общество. Газеты и журналы пестрели заголовками, призывавшими население империи оказать поддержку маленьким бурским республикам в их справедливой борьбе с вероломным противникам. Большую популярность приобрела тогда песня на стихи Галины Галиной. «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». В основе симпатии россиян лежало не только то, что смелые фермеры решили бросить вызов мощной колониальной державе, но и сходство русского и бурского характеров, патриархальный уклад жизни буров, их религиозность, но и, конечно, восхищение республиканским строем бурских государств. Весь этот эмоциональный подъем привел к тому, что на помощь бурским отрядам за многие тысячи верст от дома устремились добровольцы из России, включая офицеров русской армии, всего более двухсот человек. Многие из них нашли на южноафриканской земле свое последнее пристанище. Но смелость русских воинов, их отчаянная самоотверженность и стойкость оставили глубокий след генетической памяти буров. Спустя несколько десятилетий после войны, по инициативе бурской общины Южной Африки в городе Утрихт провинции Наталь, был установлен памятник русским добровольцам. Его прототипом послужил русский офицер польского происхождения Покровский, погибший в этих краях в 1900 году. Помимо памятника в городе открытый замечательный музей Англобургской войны, чей бессменный директор Аникели Ру создала отдельный зал, посвященный российскому участию в тех событиях. И вот уже четвертый год посольство России в ЮАР проводит памятные мероприятия на территории музейного комплекса. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, отец Даниил, служит поминальный молебен. Милый Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ещё молимся о упокоении душу собших рабов Божих. А старший сын стоит с керой, убитывал на время. Посолы-дипломаты возлагают цветы к памятнику Покровскому и стелле с именами павших в боях за независимость бурских республик русских добровольцев. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Руководство музея проводит экскурсию по новым экспозициям. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Их прадеды когда-то бок о бок сражались за свою землю солдатами и офицерами из России. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И пускай противостоять в разы превосходящему противнику было практически невозможно, но на карте военной истории России появились такие далёкие и манящие названия, как «Леди Смит», «Коленца», «Мафикин» и «Утрих». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...